Друзья, всех вас приветствую на моем ютуб канале, меня зовут Артур Романов и в данном видео мы с вами разберем матч чемпионата Англии, чемпионшип, где встречаются между собой такие команды как Уотфорд и Шеффилд Юнайт. В данном видео, как и всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию, в конце я глажу свой прогноз на этот матч. Ставить или нет, решать уже вам, думайте своей головой, не забывайте о рисках, ведь ставках на спорт они есть всегда, поэтому грамотно распределяйте свой пак. Итак, что касаемо данной встречи, здесь мы с вами видим две команды, в целом довольно равные по силе, так даже нам, в принципе, говорят и коэффициенты, которые предлагает букмекер-контор MLB, но в любом случае, увидев товарищеский матч, мы видим, что обе команды с переменным успехом себя проявляют, есть победы и поражения ничьи. В целом, здесь ничего удивительного нет, команды довольно неплохие, в особенности для чемпионшипа, не так давно Уотфорд был в премьер-лиге Англии, не так давно и Шеффилд Юнайтед позапрошлом сезоне был тоже в премьер-лиге Англии, обе эти команды вылетели и теперь они встречаются между собой. Составы, конечно, сильно изменились, но лично, на мой взгляд, здесь Уотфорд выглядит немного поинтереснее, плюс ко всему, команда играет дома, а домашний стадион всегда имеет, так скажем, дает некое преимущество команде, которая там играет. Соответственно, здесь, на мой взгляд, идеальной ставкой будет индивидуальный тотал Уотфорда больше одного, на это дает довольно неплохой коэффициент. Ну а поставить на данное событие по самому высокому коэффициенту вы можете в надежный БК Молбет, ссылка будет в закрепленном комментарии, по моему коду сможете получить еще и удвоение первого депозита пользу, здесь пока Молбет дает такую возможность. Ну и, конечно, не забывайте писать в комментариях, что думаете вы по поводу данной встречи, согласны со мной или же нет, ну и, конечно, не забывайте ставить пальцы вверх, подписку и колокольчик. С вами, конечно, был Артур Романов, всем удачи, всем пока.